В прошлом году я 8 декцию закончил на эту тему и мне по первости была такая мысль прекратить вот эту тему жертвы архитектуры и потом я стал думать, что я много говорю в принципе так отличено о городе, о каких-то отношениях даже больше городских и меньше говорю об архитектуре и об архитекторах, прямо так. Ну мне как-то неудобно стало и вот когда я выходил с восьмой лекции, мне окружили несколько человек и стали спрашивать, я говорю, я наверное в следующей лекции буду читать об архитекторах, ну о каких-то, ну не знаю, санитарствах архитектуры, но о какой-то вот определенной ситуации, которая архитектору очень близка, но не может быть она не близка простым горожанам, да, но вот она нам близка и конечно же это очень трудно передать боль архитектора, то есть его саму жертву, как он, собственно говоря, переживает все процессы и вообще как все происходит. Поэтому, ну по первости у меня была вообще лекция совсем другого, но тут у меня произошло такое событие. Вот девятая часть, она называется «Власть архитектуры». Все это непросто, я сейчас объясню, вот это мне название очень сильно понравилось, именно не «Архитектура и власть», у меня была такая лекция в свое время, именно жертв, да, у меня была там «Архитектура и народ», вот такие вещи, или как бы можно, конечно, даже бюрократически вспомнить, там, архитектурная власть, например, то есть чиновников, которые очень сильно влияли на достаточно творческих архитектов. Но власть архитектуры, она прямо звучит, она прямо по-архитектурному очень гордо так, да, и звучит прямо таким желанием, таким модернистов, знаете, классицистов, которые к архитектуре относились с большой серьезностью и прямо такие вот, это вот их. Почему это и появилось такое название? У нас вот в понедельник проходила в Победе вот такая презентация документального фильма, который называется «Палладио. Власть архитектуры». Вот она, значит, сначала мне говорили, что только Палладио, а когда пришел, оказывается, фильм называется «Палладио. Власть архитектуры». И Палладио, знаете, вот просто сразу? Нет. Это нормально, потому что мне позвонила с Победы главный администратор, и сказал, вот знаете, я тут обзваниваю людей, да, и никто не знает Палладио. Вы первые, кто знаете Палладио? Нет, да ну, конечно, если бы позвонили там студентам или еще того-то, то Палладио, в общем-то, конечно, больше 600 знает. Хотя есть студенты очень интересные, они даже или карнизе могут не знать, к пятому курсу. Может такое быть. Сегодня это вполне возможно. Информации много вроде, достать ее можно, но вот. Значит, дело в том, что, конечно, ну, Палладио, его книги и с его творчеством я знаком. Ну, это со студенческой скамьи вообще. Ну, знаком. И мне было совершенно ясно, что в этом фильме что-то даст новое. Ну, во-первых, пишет пища деревьев. И самое главное, что на эту встречу пришел, ну, я не знаю, как его назвать, он не режиссер, он, скорее всего, продюсер, да. Продюсер вот Джованни Вилла, он профессор истории. Это прямо с этого, вот так он и пришел, вы поняли, да. То есть это не с интернета, с интернета, но прямо с фейсбука, какой он пришел. Ну, во-первых, послушайте итальянский язык. У очень живых итальянцев, это вообще уже просто приятно. Ну, он говорил очень замечательные вещи, связанные с Палладио. И я сразу, вот этот фильм, который называется, перейду к самому Андреа Палладио. В общем, Андреа Палладио, это архитектор, который эпохи позднего возрождения, маневизма, он, вот такие два стиля, планиарство и классицизм. Человек, который, в общем, в принципе, создал такую замечательную книгу, 4 книги о архитектуре. Надо сказать, что это не какая-то, вот как сегодня, знаете, создает кандидаты архитектуры или доктора архитектуры, книги там с кучами текстовых предложений. Но он объездил, обмерил очень много памятников римской архитектуры, посмотрел много строений, в конечном итоге сделал какую-то определенную свою типологическую структуру. Описал то, что он строил и делал, а я скажу, что сделал очень много. Описал то, что он не смог построить. Ну, как бы, да, все это чертежа, все это замечательно. И, безусловно, хотелось бы, как бы, вот, сначала я думал, чтобы фильм теоретический, книжка там везде присутствовала. Ну, а там фильм документальный, сами понимаете, чтобы тема не была занудной, был сделан такой сюжет, сюжет такой, что приезжают студенты, даже, я бы сказал лучше, студентки, которые занимаются реставрацией, и они приезжают, как бы, на практику. Ее встречает куратор, женщина, которая занимается реставрацией виллы. Вот. Здравствуйте, проходите. Вот. И, значит, одновременно там присутствует ряд таких профессионалов, историков, которые, культурологов, которые изучают, вот, вот, Палладио по жизни всю жизнь. И они, знаете, вот так вот, в камин сидят, девчонка не может уснуть, приходит, и так вот, как бы, такую беседу ведут. Ну, то есть, фильм сделал очень живо, так, хорошо, не занудно, хотя данная информация дана достаточно такая, жестко профессиональная, и, может быть, показалось, она бы, вот, кто-то мог бы уснуть. У меня, честно скажу, я снял занятия своих студентов, рядом со мной сидели студенты, они прямо сказали им большое спасибо, что мы это посмотрели. Слава богу, они знали, кто такой Палладио. Вот. Они, правда, не знали, где победа, то есть, не местные были. Вот. Но это другой вопрос. Вот. И там, безусловно, показывались вот эти вилы, которые Палладио построил в середине, практически, XVI века. Что такое за это были замены? В это время венецианская вот эта республика, она значительным образом потрепала крупных феодалов, разрушила их замки и стала пересматривать концепт вот всего развития этой республики. Знаете, для нас сейчас Венеция – это какой-то город, да? А реально венецианская республика прекратила существовать после того, как Тополеоны ее просто захватили. А до этого это было очень такое крупное, достаточно агрессивное государство, может быть, небольшое, но которое занималось огромным, как бы, количеством торговли, политическому влиянию. И надо сказать, она имела религиозное влияние именно на Константиновую, то есть православную, наверное, вот этот собор Святого Марка оттуда идет. То есть это было даже в какой-то степени, ну, такой представитель, вот, значит, совершенно другой конфликт. Вот, и, конечно, когда, знаете, они вели книгу, я не могу вам много рассказать, это просто я сейчас и уйду, это слишком большая информация. Ну, судя по-прежнему, они вели там книги, определенные там реестры, у них была очень интересная власть, она была, фактически, можно сказать, двоевластия, там, да, и, как бы, дожжи республиканские, там очень интересные были школы, такое понятие, то есть она была многонациональной, понимаете, там в том числе были славяне. Каждая национальность занималась какой-то своей хорошим занятием, у которого у них все получалось, но славяне, кстати, занимались боевыми действиями войной. Там, вот, и они имели школы, и школы у них соединяли вот эти этнические, как бы, районы, да, и, соответственно, вот, Венеция, она, так вот, неожиданно, очень хорошо держалась. Так вот, вот такая ситуация произошла, новая появилась позиция. Суть заключается в том, что появилась новая буржуа. Да, буржуа не в таком плане, как городские, а буржуа, которые стали заниматься шелкопрядами и шелком, выходит, да, и у них появились такие вилы, то есть места, где происходит, ну, вот эта сельская хозяйство, но она в таком, на промышленном уже, получается, уровне, и эти вилы, они были нечто вроде представительского такого характера, который объясняет, что какой я крутой, ну, просто, да, вот такая рублевка, вот такая итальянская, то есть, при этом у них не было больших средств, чтобы это сделать, и они делали это все из кирпича, не из камня, и штукатуркой под камень, да, вот, и внутри это все расписывалось, то есть, если вы посетите Питер, ну, Санкт-Петербург, или там все пригороды, то вы можете заметить, там есть очень много объектов прямо с камнем, ну, достаточно дорогие, я уж не буду там, Исааковский собор, смотри, там, какие там колонны гранитные и так далее, а это вот, ну, как это сказать, ну, как такое-то из дерева, из кирпича, со штукатуркой, с литиной и все прочее. Конечно, для Палладио это выглядело очень жестоко, потому что он был по профессии резчиком камня, ну, как бы, ему надо было больше работать, как бы, вроде по камню, но он увидел, как бы, идею и прелесть своих этих вилл, как некий новый человеческий масштаб и новый человеческий подход, причем вместе с пейзажем, то есть с окружением. Короче говоря, без пейзажа, без окружения, в частности, вилла Фаскари, да, она, понимаете, вот эта вода, и она находится на таком мыске, и когда, чтобы ее посмотреть, по воде плывешь, да, ее вокруг ее виски, вы поняли, да, ее приподняли, высоким пудем сделали, ну, чтобы вода не доходила во время каких-то определенных ситуаций, и вот пейзаж был основой единения, как бы, вот этих внутренних пространств и наружных, причем внутренние пространства были крайне просты, выходит, да, крайне просты. Ну, естественно, назвать самую знаменитую ротонду, ла-ротонда, это самая знаменитая вилла, я сразу вам говорю, что я не могу вам все виллы показать, потому что суть моего сегодняшнего эволюционного рассказа даже не о Палладео, да, а о том, что этот архитектор создал прямо большое типологическое решение вот этих вилл. Посмотрите, ну, достаточно простая вилла, ну, вот она два раза, она переходила из одну собственность в другую, и вот это сверху, ну, это просто крест, вы поняли, да, и если рассмотреть, внутреннее пространство абсолютно симметричное, и больше чем занимался, а Палладео он понимал, что вот, он не может никакой роскоши, ну, как это, впечатлить, ну, никакого итальянского, там, крупного, я бы сказал, там, феодала, да, или там, какого-то гримошу, что Венеция рядом находилась, вся в камне, все было прекрасно, и он делал это в соединении пиздец, то есть он достиг невероятно художественного уровня пропорциональности всех его объектов, и это стало, я бы сказал, ну, вот, некой такой вот, вот этой основой его творчества, в город он, Винченцо, он делал объекты, я не буду их показывать, это тоже очень известные объекты, а Венеция его не пустили, я скажу, почему Венецию пустили, вернее, там только у него один объект, вот, и сами понимаете, что он пытался всю жизнь найти вот эту тонкость, вот, как бы, человека, природы, и вот этого, как бы, не камня, а простого материала, вот этих фресок, которые там расписаны, и на сегодняшний момент этих вилл много, причем вилл не только сделаны на Палагио, но только четыре находятся в хорошем состоянии, в частности Ратон, да, но зимой туда не пускают, где-то с сентября, по-моему, по апрель, что ли, не пускают, вот, остальные виллы находятся в очень плохом состоянии, ну, в плохом и очень плохом состоянии, вот, профессор вилла вот сообщил о том, что, верить ему, не верить, но переводчик, по крайней мере, так перевел, эти виллы достигают стоимости, вот, которые находятся в плохом состоянии, от двух с половиной тысяч до четырех тысяч евро, если вы переведете на рубли, то вы поймите, что иначе некоторые квартиры в Новосибирске значительно дороже, причем не такие уж там великие, проблема заключается в том, что, вот, в этих виллах, да, ну, вот, кстати, вот, внутри расписанная она, вот, вот, в этих виллах жить трудно, холодно, там только камин, пространства очень большие, это прямо было показано в фильме, девушка не могла уснуть, она ходила босиком по этому холодному полу, и один архитектор сказал, я там был, я даже поздно взял, когда это увидел, ну, как вот, ну, то есть, как вот это все, тем более, что в определенный холодный период, это такая низина, там, адриатические туманы, вот такие, понимаете, да, все это холодно, и поэтому, по сути дела, ну, люди не стали, не покупают, а потому что купить эти виллы, то еще надо содержать, а содержание у них крайне дорогое, ну, то есть, чтобы установить и все сделать. Дошло это до очень неприятной ситуации, которую нам сообщил профессор Вилла, он сообщил о том, что изменить закон в 1998 году в Италии, «Остальные можно реконструировать, вы поняли, да, ну, то есть по три решить, там, перегородки, там, и даже сносить, переспросили прямо, наши такие общественники, которые, там, борются за багажку, там, все прочее, переспросили, прямо можно сносить, он говорит, да, все улыбается, вот, чем замечательный был профессор Вилла, он всегда улыбался, и он говорит, ничего не поделаешь, говорит, слишком много артефактов, ну, в Италии, и они находятся вот в такой ситуации». Он еще так немножко обидно, может быть, для нас сказал, «Вы понимаете, вот, значит, вот этого самого Томска, он Томска бывал, кстати, он очень высоко ценил деревянную архитектуру Томска, от Томска до Новосибирска, ну, я не знаю, по-моему, километров триста, да, где-то, ну, где-то, да, и, говорит, ничего нету, ну, не в обиду жителям Болотного, ничего нет вообще. А от Милана до Венеции тоже столько-то километров, и он назвал кучу, ну, там, в том числе Винчинцы, да, там, все эти города, которые, штук пять-шесть там, которые плотно, буквально через 15 минут появляются, и в которых вот эти все артефакты». Ну, я, правда, ему сказал, что не волнуйтесь, где-то через стол приезжайте, у нас тоже в Междунатомском будет все хорошо. Может быть, не такие красивые виллы, может быть, рублевка будет какая-то своя, но что-то будет. По крайней мере, у нас есть уже очень серьезные поселения с очень серьезными домами, вот. Так вот, вот такое отношение людей, видимо, стало происходить гораздо раньше. И вот Гёте, он, видите, написал, что вот эти дома, вот это созданное Палладио, да, они изурованы мелкими грязными людьми потребностями. Кстати-ка, то есть поэт был просто, ну, убит, что вот, как вот так вот. Такое великое человеческое произведение, вот так вот все такое. И вот не соответствует вот этот дух и вот силы этого произведения вот этого мелочности человечества и все прочее. И это, я скажу, еще подтвердилось тем, что, представляете, заканчивается фильм. И, честно скажу, в конце фильма мне слеза прошли, вот не знаю, не могу, но какая-то там вот появилась слеза. Ну, просто я почувствовал, насколько все-таки это мощь вот этого, да, всего творения. И вот заканчивается фильм, выходит профессор, и что-то он сказал, ну, достаточно много сказал, в том числе, вот как вот эти вины создавались и какая вот эта. И вдруг одна женщина, видимо, она уже не могла, она вскочила и сказала, ну, что ж это такое, это же дома созданы для людей, это же вот для человека созданы дома. Посмотрите, какая прелесть, это же надо все показать. Ну, то есть человек не знал, Паладео и вот, вот, вот. И говорит, наш что в Новосибирске, понастроен, вы посмотрите, это надо, ну, все такое. Итальянест так пытался вставить, сказал, ну, нормально у вас есть как бы объекты. Ну, как бы пытался, но все равно, она просто заглушила всех, просто, ну, как называется, как это, рубашка, человек рвет, все. У него просто, прям просто тоже, вот. А потом она, конечно, сказала, извините за эмоции, ну, вот, не прорвало, не могу. И вот, вроде бы, все нормально. Да, но это Георгий отнесся. А как отнесся, говорил Державин. Державин. Он зашел в виллу Ротонды и сказал, а где тут у вас братец Нужник? Дело в том, что Паладео считал, что красота, она вот не естество, да. Красота, она заключается как в человеке. Что-то красивое надо показать, да. А что-то некрасивое надо скрыть. Вот. Соответственно, туалет, я вам скажу, что там показывали туалет вообще замечательно. Такая, знаете, такая винтовая лестница и такие дырки. Потому что практически это было очень удачно. Вентиляция шла там и все прочее. Ну, то есть человек идет, кто-то сидит. Вот такое дело. Вообще, честно говоря, в средние века ситуация с туалетами такая была, веселая. Вот. И Нужники были скрыты. И они вот Державин, да, вот он как бы не сказал мне какими-то великими стихами, да. Ну, как Гёте, да, не вознес. И вот, вот он так сказал. Муж не сказать, что это прямо, ну, чисто наше российское представление. Это не так. Хотя, конечно, вот профессор Вилов сказал забавную вещь. Он первый сказал, что, говорит, знаете, вообще мы ждали новых русских, начиная там с 90-х годов, что они приедут и начнут покупать, ну, и спасать вот эти все наши вины. Они приезжали, так вот трогали пылью, какая-то, клопы, наверное, и уезжали. Ну, то есть, их это не интересовало. Ну, действительно, потому что можно заедать в Рим и получить очень хорошее жилье, да, которое теплое, отличное. Можно в Венецию купить. Ну, так, на отдых. А тут вот, ну, это надо содержать, стричь. Вообще, огромные деньги, чтобы, ну, как бы, вот это все, Вилу, эту содержать. И второй момент, который очень сильно печально произошел, то, что некоторые Вилы потеряли свой ландшафт. То есть, урбанистические города развивались, вы помните, застраивались. Ну, индустриальный период. И вот эту прелесть, которую мы видим в Ротонде, они утеряли. И, соответственно, плюс то, что они утеряли, плюс то, что это в провинции, вы помните, да, все это ведет к тому, что к этим объектам, ну, такое сложное отношение. И вот я, слушая все это, ежедневно задал профессору вопрос. Я говорю, скажите, в начале фильма было сказано, что Палладио ставил целью, что архитектура воспитывает и изменяет общество, вы поняли, да? То есть, это очень сроки для классиков и для модернистов. И вот, говорю, он построил объект, который, ну, по мнению, ну, сейчас любого спроси, там, лучше и все прочее. Кстати, там экспертом был американский архитектор Питер Айзиман, который деконструктивист. Его объекты далеко не напоминают Палладию, вот, да? Но он читает лекции в Евгейском университете и читает про Палладию, ну, прямо отдельная вещь. И когда его спросили, почему, он говорит, мы приехали с одним архитектором в Италию, первым делом посетили вот эту ротонду, как бы вот это, Палладианские все объекты. И он сказал, что в любом последующем объекте, в том числе и модернистском, и хоть и деконструктивистском, частица вот этой идеи Палладианских, которая в четырех книгах вот эта, она присутствует. В понимании, ну, тщательности и продуманности пространства определенных решений. Вот, я вот спрашиваю, профессор, вот почему такой объект в идеальных пропорции не стал хорошим жилищем? Правильно? Или, например, к этому можно отнести, что Никорбези делал для семейства Савуа Савой, да, Миру, они подали на него в суд, потому что ребенок чуть не погиб. И Ракурайта, Кауфхуаны тоже не полюбили вот этот дом над водопадом, там трещала терраса, и плесенью покрывался дом. Сейчас самое, ЮНЕСКО, считается, один из самых величайших архитектурных объектов США, понимаете, да. Вот, мисс Вандерой построил стеклянный дом, заказчик поднял на него в суд, говорил, что она в нем живет как в клетке, и этот дом стал музеем. То есть все объекты стали, как бы, ситуацией музея, вы поняли, но не жильем. Нет, мы можем восторгаться. Ну, мы пришли, экскурсовод, правильно? Пространство шикарное, все впечатляет, мы тепло одеты, да. Ну, вот представьте, что мы тут начинаем снимать одежду, да, топить камин, спать. Вот представьте себе, вот уберем сейчас все вот здесь, поставим кровать посередине, и это будет наша спальня, да. Ну, как бы, вот, не совсем уютно одной кровати, правильно, с тумбочками быть. А там вот эти девчонки, реставратор шагил, там шесть кроватей, да, вот. Как, знаете, вообще, вот это стоит. Ну, ответ у профессора был такой же, как у Азинбана. Он сказал, что вот паладианские гении, это даже не сами виллы, а вот эти четыре книги, которые, ну, как бы, собрали, сформулировали саму идею архитектуры и как она должна быть. Вот. Ну, и я скажу, что, вот, возвращаясь к Венеции, с Венецией не все хорошо получалось. Паладио очень хотел построить в Венеции кучу объектов. У него огромное количество было проектов, но Венеция его не пускала. Не пускала они просто так. В город, такой, как Венеция, Паладио входил крупными объектами, которые изменяли масштаб, изменяли контекст. И венецианцы как-то к этому выполнили, да. Вообще, венецианские объекты, это как бы какие-то фасады вдоль каналов, и внутри это может быть что угодно. Что угодно перестраиваться, изменяться. А Паладио, конечно, создавал, как это называется, раз и навсегда это. И как-то вот венецианцы ему отказывали. В некоторых случаях, вот Петр Вайн, например, считает, что правильно отказали. Ну, вот это конкурсный проект на первый мост над большим каналом, да. Вот Паладио делает. Петр Вайн считает, ну, мы бы увидели такую, ну, как бы, плотину, ну, как бы, вот в этом канале. И другой проект, который, в общем-то, собственно говоря, и оплатился, вы видите, он совершенно другой, правильно? И в этом смысле мост Реальто, Антоний де Конте, ну, как бы, вот, вы просто, вот ставьте паладианское решение, вы увидите. Она никак не сходится, но вот с этой сложностью и тонкостью Венеции, вы понимаете? То есть, Паладио, если туда бы вошел, это как, извините, как козла в огород пустить. Он бы начал менять все пространства. И, видимо, может быть, где-то интуитивно, а может быть, где-то упроводически Венецианцы это чувствовали и его не пускали. Единственное, что они решили пустить, это построить церковь Редентуры. И почему? Была очень большая беда, две-три кренецианцев умерли от чумы. Ну, как бы они, как бы, спаслись от такого страшного недуга, и вот решили построить вот эту церковь. Видимо, в этой ситуации вот эта беда была настолько большой, что необходим был вот этот мощный символ, вот такой, может быть, возвышающий над Венецией, да, как светлый, белый, ну, что не характерно, не знаю, который бы, ну, перевесил это все, не мелкостью, а такую серьезную похожую. Видите, вокруг что? Эта церковь, да? Она такая, кстати, забавная получается, видите, она там внутри уходит кирпично, она в тело Венеции входит кирпично, а вот этот передний портал с двойным фронтоном, кстати, очень сложное решение, это знает только профессиональный архитектор, как трудно это решить. Вот это здание, оно как бы и в Венеции телом, да, а лицо у нее такое вот паладианское, светлое, каменное, и в этом отношении, конечно, этот объект, ну, говорит о том, что если бы паладио вошел в Венецию, ну, скажем, объектов 30-40 построил, мы бы сегодня видели совершенно другой город. Хорошо или это плохо, я сразу скажу, судить не будем, правильно ведь? Потому что у города есть такая программа, какой-то контекст архитектурный, у горожан, они его держат и каким-то образом не пускают. Это очень важно, что я сейчас говорю, потому что я потом покажу некоторые вещи, как контекст разрушается и как он изменяется, и горожане это не замечают. Так вот, что еще характерно, ну, видите, как он выходит такой небольшой площадью, значит, на канал, да, и на этой площади уместиться много людей во время определенного праздничества очень трудно. Есть фестиваль, связанный с этой церковью, и знаете, что делают? Вот не построил мост Паладио, к нему делают такой понтонный мост, по которому вот идут люди, вот в храм, на площади, вот они туда сюда ходят, да, этот мост временно вот определенного роста стоит. Причем, заметьте, вот видите, тут такой подъем, ну, чтобы лодки проплывали, поэтому, ну, вот в фильме это сказано, я думаю, что это замечал именно профессор, когда вот этот составлял все вот эту систему, сценарию вот этого документального кино, получается, что идешь в горку, да, и как бы над храмом поднимаешься, а потом опускаешься и входишь. И, кстати, заканчивается фильм тем, что бельгийский преподаватель привез бельгийских студентов, ну, там, может быть, не только из Бельгии, они, знаете, с сумками, вот, ну, видите, на каталке, ну, прямо с вокзала, вот это холодно, видно, что там такая промозлая погода, они стоят на площади, и бельгийский, ну, вот этот преподаватель сообщает невероятно такой красивый текст о Паладио, и что вот вы, вы долго путешествовали там, в университете, ну, как бы, там и макеты делали, студенты, знаете, там, доклады заканчивали, и мы, говорит, в конечном итоге, вот пришли к самой главной точке вот этого храма, или сейчас, внутренней, ну, и заканчивается, то, что они поднимаются по лестнице, стуча вот этими, значит, сумками, и это говорит о какой-то такой жизненности, так, что случилось, что, о, все нормально, жизненности, вот, то, что эта церковь, вероятно, будет жить вечно, то есть, и она будет жить вечно, жить такой, какая она есть, и Паладио, видимо, создавал ту архитектуру, именно ту идею, которая должна была быть жить вечно, ну, и вы понимаете, да, конечно, конец фильма, и, вернее, рассказ профессора Вилы о том, что вот закон поменялся, о том, что вот Вилы продаются за бесценок, да, ну, сильно впечатлил у нас, и я, честно говоря, сильно впечатлил, я хотел, честно говоря, рассказывать о другом, вам вот сегодня, да, но не смог, меня просто потрясло, кстати, очень приятно, что бывают такие случаи, когда об архитектуре очень мало говорят, да, вот так вот оно, прямо чудесно, в период вот этой лекции произошло, так вот, теперь о влиянии Паладио, ну, как бы, ну, на мир, ну, я сразу говорю, что Эниго Джонс, это английское влияние, дело в том, что Паладио делал, вот этот, он возвращался к античности, в какую-то всякую, в эпоху возрождения, он делал архитектуру республиканского рима, вы поняли, да, кстати, там на обсуждении один из экспертов архитектурных гудков Алексея, это, значит, директор архитектурного института Севстрина, он сильно спорил по поводу, ну, почему вот Паладио, значит, у нас, как бы, Вениола, там, оно, я не буду вам рассказать кучу фамилий, да, это не важно, самое главное, что потом задролся вопрос о демократии, ну, что вот, я сразу повернулся, сказал, давайте так, вы же понимаете, что такое демократия греческая, которая была 300 лет, она была в рабологическом устрое, большинство членов, жителей города, никакого отношения к этой демократии не имели, женщины тоже не попадали в избирателей, вы поняли, да, была определенная группа лиц, достаточно большая, это факт, но она все-таки, это не большая часть, ну, как бы, вот этого, то же самое и в республиканском Риме, там, ну, правда, даже в некоторых случаях получше, у них очень интересный был реформат, там консенсус, там консулы избирались два, что коллегиально должны были принять решения, и, если хотите, я про Рим вам расскажу, там просто потрясающие вещи для современности, даже хотя бы то, что диктатор выбирался на 6 месяцев, то есть диктатор на 6 месяцев, это была должность, вот, сложности римского похода ситуации, обычно во время войны 6 месяцев, все, через 6 месяцев он должен был уйти, так вот, и как бы считается, что, ну, там, вы знаете, что и был пожар в Лондоне, и вообще были ситуации, Лондон сильно менялся, менялся он под влиянием Амстердама, буржуазии, капитализма, и они приняли вот эту паллодианскую архитектуру, как вот нечто родное, причем, если здесь были буржуа итальянские такие, ну, как это называется, сельхозные, да, то там буржуа были аристократы, то есть это, видите, лондонская буржуазия, буржуазия, она была не только отдельно какая-то, она была вот сами эти феодалы, которые поняли, что лучше работать, как бы, в капиталистическом подходе, чем был феодал. И это все пошло в колонии, и паллодианство, это прямо огромное количество колоний, поняли, инди, там, все прочее, все паллодианский стиль, он присутствовал во всех колониях английских, в том числе и, естественно, Соединенных Штатов. Ну, там сразу в кино показ, в том, что Ферсон, некоторые, кстати, сильно возмутились, что тут нам так много американцев показывают. Я бы не сказал, что паллодианские объекты США, ну, такие тонкие, как у Палладио, да, но они очень хотели. Совсем недавно собрались профессионалы архитектуры, американцы, они приняли культурологи, эксперты, и приняли, что Палладио является основателем американской архитектуры. Вот так. Нет, если, конечно, по Нью-Йорку походить, мы можем там фондовую биржу найти, а, значит, монумент Линкольна, там, да, Белый дом, например, в Вашингтоне, да, там можем посмотреть Капитолий, все это, ну, как бы, хотя Капитоль очень похож на собор Исаковский, так-то и еще, и вообще-то много еще французского не было. Но это надо спорить, и не было смысла в этом спорном. Я все-таки туда не ухожу, в эту ветвь, и не буду вам рассказывать так, как это все происходило, какие тонкости и все прочее. Но факт, в кино и, собственно говоря, в реальности подтверждает, что Палладио оказал огромное влияние, ну, вот, англосаксонский мир с точки зрения вот фландиатского вот этого стиля. То есть он отражался, конечно, и в Германию, где-то приезжал, где-то такой. Был он, вероятно, и во Франции, но как-то вот классицизм, он выстраивался не только Палладио, да, вот в европейских других странах, и в России то же самое. Россия имела очень сильное влияние, значит, и, в общем-то, и французам, и армельчанам, это разное влияние. Но вот одно из самых сильных влияния – это Джакомо Кваренгий. Ну вот он прямо палладианец. Самое такое забавное, что он приехал при Екатерине Второй, поработал при Павле Первом, а при Александре Первом у него возник конфликт. Вообще, неприятная история. Кваренге, ну, некрасивый мужчина. Может быть, в жизни он был прекрасен другим, да. У него третья жена в России его обманула. В общем, у него было сильное потрясение вот так вот. И на нем любили очень рисовать всевозможные карикатуры. Потому что он был итальянец и был как бы враг отечества. Ну, как бы, он был для итальянцев предателем, и там конфисковали все имущество. Если бы он взорвался, его могли бы даже казнить. А у нас он был чужак. Понимаете? Ну, бывает, во время войны с Наполеоном, вот это все прочее, это так вот развелось. Судьба, поэтому, у него была достаточно невеселая, но он создавал невероятные объекты. Я сейчас вам покажу, но вы знаете это, да. Это Смольный. Это Смольный, где Владимир Ильич Ленин перевернул мир. Ну, так образно говоря. Не только Ленин, но Татровский, ну, понятное дело, да. Это был штаб, вот, революционный штаб. Это было место, в котором все в кино показывалось. Если посмотреть по построению пространства, это просто потрясающе. То есть, впереди стоят пропилеи, да, потом идут входные такие порталы, да, а потом сам объект. То есть, три плана, вы поняли? Три плана. То есть, подход настолько парадный, настолько четко, масштабно поставлен, что мы видим вот эту колоннаду не одинокой, а вместе с окружающим пространством. Помните, я сказал, что половины виллы, да, они характерны были вот этим пространством, которое вокруг. Чтобы город не съел вот это пространство было, оно как бы вот застолблено вот этими определенными точками. И в этом плане, я думаю, что, наверное, в этом какая-то была гениальность. И если вы знаете, что Растрелий рядом строил, тоже Смольный, это храм, да, то вот там, понятно, что застроить вот это полукружие, которое он сделал, невозможно было, но впечатление не такое. Ну, я скажу, что, понятное дело, что и французы этим занимались. Ну, Ванферран на дворцовую площадь поставил столб александрийский, да, не просто так. Он поставил именно той пропорции, того размера, чтобы Зимний дворец ушел на другой план, и это было сочетание, определенное сочетание. Единственное, что Александр первый вмешался Ванферрану, он сказал, что мы не будем повторять, значит, знаменитую вандомскую колонну, ну, чтобы не показывать, что мы поставили такой же, но как бы победив Наполеона. Вот они попросили именно сделать не столб, а именно колонну, да, вот таким образом. Так вот, я считаю, что это шикарная вещь, но я вот, например, начинаю думать вообще, где, а, ну да, я скажу, что после этого, ну, вы помните, был потом период авангарда, да, но потом плодианство к нам пришло в определенных таких очень интересных объектах, ну, например, санаторий Минержи Никиты в Сочи. Ну, здесь вы видите его пока только что построенным, вот это сколько строителей строило, архитектор Иван Сергеевич Кузнецов, кстати, сын его, как бы, фактически был один из бригадиров-архитекторов, вот, он не вмешивался в политику, слава богу, то есть был абсолютно профессионалом, поэтому умер в 42-м году, ну, просто он умер, вот, таким вот образом. Хотя я скажу, что есть в сочинской санатории Минержинского, его делал архитектор Сталина, и он езжал, и шарашки его аттестовали, да, и делал этот санаторий. То есть все было достаточно сложно. Итак, вот этот объект, который до сегодняшнего дня жив, жив вот прямо в этой прелести, он постарел, да, можно сказать, и этот объект вот такой, ну, как бы, понятно, что это не та палогианская, вы поймите это правильно, да, как и американская, да, так это не та палогианская, прямо, тонкая культура пропорций, но это было прямо стремление показать, ну, для, что построил санаторий для простых людей, вот они приезжают, вот, в эти дворцы полагианские. Потому что все дворцы авангарда, они были такие эпатажные, они были такие, знаете, в виде плакатов, таких вот резких вещей, и, конечно же, к какому-то времени, когда культура 1 сметилась, культура 2, вот папа Апернова, дворцы стали делать прямо дворцами, конкретно дворцами, это фактически некий дворец, вот посмотрите, вы понимаете, да, вот, и, ну, как бы, есть, конечно, некоторые вещи, там сдвоены колонны, которые есть у Палагина, но совсем других примеров, можно с этим спорить, ведь, видите, там была такая сложность, те, кто стали палагианскую архитектуру принимать, их стали сильно пятиковать, один из них был Жолковский, известный архитектор, ему стали говорить, что, как вы съедите, вот, полностью копировать, ну, как бы, вот эту архитектуру, вы должны, вы же советский архитект, и вы должны, как бы, продолжить вот эту традицию, как-то ее изменить, и привязать вот к нашей культуре, к культуре вот, вот такой советской республики. Я сколько смотрел дискуссий, честно говоря, читал много текстов, я так и не понял, какие критерии оценивали, что такое советское, что такое не палагианское, ну, как бы, где вот это не повторено, но Жолтовского прямо крылья, знаете, ну, сибирский, вот прямо, ну, начался в Союзе Архитекторов дискуссия, ну, в Сибирском Союзе Архитекторов, и архитектор Русикова, автора генеральского дома, знаете, это генеральский дом, не слышали, да? Ну, понятно, да? Я сейчас просто скажу, это улица Державя и улица Крылова, между ними такой серый дом, с такими арками, его, ну, как бы, так назвали, что там генералы же, генеральский дом, да? Такой, он палагианский. Приехал архитектор и сказал, да что ж такое, вот эти накрутили, да это что, я смотрю, у вас там пошла уже и другие дома под это дело. Вы прямо как Жолтовский делаете. Что ответил Осипов? Осипов сказал так, очень приятно, что меня, ну, как бы, сравнили с Жолтовскими, даже как бы рядом поставили. Потому что мне до него далеко, ну, не знаю, как сейчас до Москвы. Вот, ну, и там в конце что-то отвезу, что, ну, учту критику и все такое. Вот. Короче, архитектура была сильная. Но что самое интересное, я это не проверял, я просто знаю, значит, в одном тексте это было написано, что вот все эти санатории были отработаны фресками, ну, понятно, фрески на темы, там, хорочек, крестьянка, ну, вы поняли, да, это только, знаете, у нас было потрясение, вот такое, в оперном театре, когда вот серп и молот, герб, вот это, балалайки и все прочее, и тут античные бога, причем в таком, в каком-то обнаженном виде, в каком-то вот таком неприличном, ну, это как-то, вот, всегда, я, сколько в оперных ходил, всегда как-то тяжело сочетается, да, приезжал Никита Ивейн, это потомственный такой архитектор, я говорю, понимаешь, вот, видишь, а он говорит, нормально, нормально, это очень демократично, очень хорошо, все подходит, вот, я после этого успокоился, потому что, ну, не могу, как сочетается вот это все, альтичность такая, прямо, тут же можно прямо, я себя представил секретарем горкома какого-нибудь, да, и я бы разгромил, сказал, доколе, что вы делаете, где ваша, это, ну, как бы, советская сущность вашего, вот, всей писанины, вот, и вот, вот эти все плафоны, все это, шикарно, и вот на этой, хорошей, кстати, качественной росписи, до сих пор, говорят, сохранившейся, есть такая, монументальная, каменная, отделанная табличка, на которой записано, кефир 22.00-22.30, ну, то есть, сообщение о том, что кефир пьют в это время, понимаете, ну, то есть, вот, можно, конечно, вспомнить тут, гетто, что за тела, какой кефир, какие балалайки, да, вот, что это такое, но, тем не менее, вот, такое дело присутствовало, а теперь, я стал думать, для Новосибирска что-то есть такое, ну, так просто, и вспомнил, есть такая проходная, забота химиконцентраторов, знаете, да, вообще, честно говоря, ну, Богданов, Министерство все знают, это прям там, все шикарно, но про эту проходную, ну, кстати, она является выявленным объектом культурного стига, до сих пор не собрали, ну, как называется, аргументации, да, до конца, чтобы этот объект поставить под охрану, ну, я просто подозреваю, что там еще повлияли руководство, завод химиконцентраторов, потому что, если это станет памятником, его как-то переделывать, очень сложно станет, а объекты секретные, правильно, как туда пустить, очень все, это какая-то сложность, мы смотрим, мы, во-первых, в целом смотрим, да, проходной-то считается вот это высотное здание, вы помните, да, и почему вот это здание, вот это модернистское вот так поставилось, потому что там, ведь реальность, видите, вот, вот входные два здания, держащие портал входа, потом пропелли, да, и в конце, вот так, самая классика, ну, не свольный, но, вот это пространство прямо отработано, и оно до сегодняшнего дня в качественном состоянии, ну, как бы, да, ландшафтном состоянии, и у нас прямо маленький такой кусочек палладианства, понимаете, вот этого пространственного вещи, и это, можно сказать, кусочек, ну, скажем, архитектуры абсолютной монархии, Франции, как угодно, но вот это у нас есть, вот, видите, это отрабатывалось не сразу, строилось, и, кстати, как у палладио, все это строилось, знаете, в кирпиче, всякой ерунде, ну, поняли, да, что в катухе, знаете, вы, если коммунальный мост, проезжаете, да, обратите внимание, там циклопические, гранитные, вот рваная скала, правильно, просто потрясающе, я плачу, плачет камень этот весь, он весь еще трескается, что-то у него там происходит, но это, представляете, то есть, ведомство было богатое, вот это, мостостроение, она могла себе позволить, вот эти опоры, потому что опоры каменные, ну, как бы считалось, нормальная защита, хотя, потому, если посмотрите, там, как она отвалится, просто страшно смотреть, вот, а оперный театр, значит, путепровод на Карапоткинском жилмассиве, камень, а оперный театр, представляете, да, никто не, все штукатурное, никто не смог пробить, да, вот этот камень, ну, вы помните, в цоколь, да, вот этот объект, самый мощный, и посмотрите, ведь у нас каменный первый объект, это какой? Это театр, тюз, глобус, мрамор, это же просто потрясающий, кстати, потом метро сделали, личный вокзал, все обсыпалось, правда, вот, и, когда я узнал, что глобус хотят облицевать, чем-то, да, я просто, ну, мне просто стало плохо, понимаете, редкий случай, мраморный, мраморный, можно оставить, на площади, генерал Михайловского, ремонтируют сейчас метро, вот этот метро, там вот эта шапка из мрамора, и его сейчас будут чем-то обшивать, вот, я говорю, вы понимаете, о чем речь, да, ну, и вот, отель Марио, да, он, конечно, сделал не по принципу облицовки, ну, как бы приклеили, а, вентилированный фасад, но он из песчаника, весь, вы понимаете, все, он видит, ну, какую-то отмитеватую архитектуру, но на самом деле, я думаю, песчаник действует, вот прям камень, и в этом отношении, получается, что оперный не получил, заслуженного, вы поняли, да, вот этой облицовки, в отличие от этого, так, ну, вот она, эти пропелли, видите, да, хорошо, что их поддерживают, я, кстати, приезжаю, всегда смотрю, их поддерживают, это очень большой плюс, завод охимоконцентраторов, несмотря на то, что, некоторые люди продали отдых там, и все прочее, вы знаете, да, и кое-что снесли, вот, ну, тем не менее, ну, и Богдана Кмениского, да, сразу вам скажу, если вы сейчас скажете, ну, мне вот, ну, к сожалению, ныне покойным припаловать, да, я прямо скажу, что, он мне прямо говорит, это лучшая улица в Новосибирске, я знаю, что Сергей Николаевич Баландин, доктор архитектуры, очень критически рассматривал ДК, Горьков, делал его будущий главный архитектор, Михайлов, потому что грубовато, ну, было такое в 50-х годах, и некоторые объекты делали все очень грубовато, вы поняли, пропорционально, типовые, они, колонны, привязывались плохо, плохо делала скульптура, ну, вы поняли, что две скульптуры практически мы утратили, но пространственно, вот эта площадь, ну, с фонтаном, и вот с этими башнями, и всеми вещами, она шикарна, и она, может быть, это и есть та самая Багдашка, вот прямо Багдашка, да, потому что дальше все уходит, ну, такое даже почти чейское поселение, трехэтажное, даже двухэтажное, да, на народный там и все прочее, сюда идет пятиэтажный хрущевый, я понимаю, что, когда рассматривать достопримечательное место, все время говорили о том, что, это тоже надо взять под границу, и все, потому что, скорее всего, посыл был даже не архитектурный, посыл был такой социокультурный, и я предлагал, говорю, давайте пересмотрим, что основа предмет охраны не архитектурным государственным решением, не архитектурным, а как бы, ну, как это назвать, ну, городской феномен, да, соцгород, ну, как и его развитие, и все прочее, это было очень трудно, очень трудно доказуемо, эксперты, МПЦ понимали, что это может закончиться на экспертизе, ну, в смысле, государственного эксперта отрицанием, отрицательные уже у нас вот даже такие случаи происходят, ну, и поэтому все, конечно, в итоге ограничились вот именно сталинской архитектурой, но я хотел сказать другому, кто заходил за ДК, ну, там позади, то увидели, ну, там, правда, состояние не веселое было, говорят, сейчас вроде там поправили, я там не был, вот там винись вот такое, что-то паладьянское, вы поняли, что-то от вилы, вот прямо, и такой, как бы, парк, спускаешься куда-то, никуда, потому что, смотрите, если говорить о генплане, который был разработан в 50-х годах, то, вот весь генплан, вот этого, собственно говоря, объекта, не знаю, мы слышали его показать, попробовать, а мы слышали, показывать, вот смотрите, вот он, ДК Горького, видите, вот он парк, вот спускается, смотрите, Народная улица, прерывается, вы поняли, то есть пешеходное движение выходит на запруженную речку, яйцовку, да, и здесь идет стадион, такой остров, да, мосты, набережные, представляете себе, вот идея, вот эта паладьянская спуска, вот к ландшафту, к воде, вы поняли, она прям сидела, я даже не буду говорить, что никаких застройок, вон там, в верхней части, вообще никто не предполагал, вот здесь, вот, ларец порта, космос, вот там еще несколько объектов, по идее, настраиваться не должно было, это должен был, не стоит такой массив быть, и на самом деле, отдых, и три высотки, в хручевское время, они уже были, ну, если брать с точки зрения стадинической архитектуры, это было уже точное застройка, вы поняли, да, и вот, если поближе посмотрим, приезд этого решения заключается в том, что не в угоду, а даже в жертву, отдается транспортная модель, сейчас по Народной улице, идет обход фур, да, понимаете, с багдашкой сбрасывается, как бы это отразилось на будущем, ну, как-то сказать, ну, что ли, ситуации транспортной модели, вы поняли, что-то бы было плохо, но, и где она шла, вот именно, вот в этом ландшафе отрезки, а что произошло? ДК, вот он ДК, вот он парк, Народная проткнула, потом построили два дома, кстати, ну, в какой-то вот этой культуре, и все пришло к гаражам, и это все, прямо такое тело гаражей, вы поняли? Вы представляете? Вот такая язва, почему это произошло? Дело в том, что даже по началу строительства Богдана Рихменицкого канализации еще не успели построить, и сбрасывали, вот в эту рельцовку, вы поняли, но в эту реку еще сбрасывали и промпредприятия. То есть, эта река была, мягко говоря, не совсем здоровая. И поэтому гаражи, это вот у нас в Новосибирске, на малых реках, это как бы, куда помойку сбрасывали, вот ставили там, чтобы вот это дело все закрыть. И мы потеряли вот эту ландшафтную идею, и возвратить сейчас очень трудно, потому что это очень мощные, ну, как бы, кооперативы, надо, видимо, решить, ну, то есть, где человек имел машину, правильно, вот эта стоимость, это надо все как-то перетрясывать, это очень трудно. Этим длительное время занимался Александра Архипова, она смотрела вот эти все, зеленые коридоры, вот этих приличных территорий, безусловно, она искренне жажда, чтобы это произошло, но для этого надо и бюджет, и, как бы, юридическую платформу, которая бы, и самое главное, политическая воля, политическая воля не только мэра, а именно горсовета, потому что, понимаете, горсовет же будет, депутат может стать на защиту, прав те, кто его избирает, правильно ли? Очень сложная ситуация. Теперь возвращаюсь к Андрею Кричкову. А вообще Кричков, ну, если брать там сейчас, ну, это вроде такая личность, профессиональная личность архитектора, которая, ну, как бы, вне критики. Он, кстати, был мне так пожизнительный, достаточно каток. Ну, хотя я помню, как Антоний Фанасьевич Володин сказал, ну, что там Кричков, он дальше вот этого кривического музея не ушел. Модернисты, конечно, вот эту критику Кричков не принимают. Кричков не любил конструктивизм. И поэтому своим студентам сказал, к сожалению, я автор крайисполкома, ну, то есть облсполкома, нынешней администрации. К сожалению, потому что конструктивизм он не любил. Вот, Госбанк считает его здание конструктивизмом, но если вы внимательно присмотритесь, это вообще-то рационалистический модерн, вернее, конструктивизм, перенекающий в этот модерн и примыкающий до облпотребсоюза, который в этом стиле сделал. Ну, то есть Кричков, он был воспитан школой дореволюционной, такой достаточно эклектичной, и можно было бы сказать, что так бы он продолжал всю жизнь. Но есть один объект, самый любимый мой объект Кричкова, после которого я упрощаю все, все какие-то огрехи. Ну, я сразу скажу, что Кричевский музей это очень хороший объект, рационалистический модерн тоже, в том числе, художественного музея объекта, ну, прекрасно, да, но все равно, вот, я знаю, например, хранилка делал отличный там, Николай Федорович архитектор, который приехал из Ленинграда, а, видите, собственно, Кричков, а тут уже проект из гражданских инженеров, он делал хорошего Станиславского, а вот Соннархоз хранилка делал уже халтурно, вот, прямо скажем, это не плодианское, конечно, это просто колонны и все, большие и кривые. Так что за объект? Это объект Академии наук СССР, который построен на улице Фрудзе. Знаете такой объект? Нет, я просто спрашиваю, если не знаете, знаете такой объект? Да. Потому что я тут недавно одному заказчику рассказывал, он был настолько потрясен все, что я сейчас вам расскажу, завтра поеду и буду смотреть. Как это я не видел. Значит, этот объект очень мой любимый, вообще, в принципе, считаю, что на нем можно учить классики. Нас учили классики, заставляли рисовать, знаете, колоннаду между Сбербанком и Аэрофлотом зданием, знаете, на Красном проспекте, такая колоннада, и мы сидели и ее рисовали. И я всегда думал, что это колоннада? Ну, колоннада, ну да, неплохо, Сбербанк, да, вроде бы, но вот этот объект он сделал просто потрясающе. Ну, то есть, там, понимаете, ништ, ништ, нет, это не ништ, ништ как раз все грубее, да, вот тут все тоньше, понимаете, выступ вот этот, это затравление путями, в СССР, там так получилось. Затравление путями здания, это вот, вот между Красным проспектом и Мичурина, Фрунзе, он в курданьоре так он находится, я сейчас покажу, да, и вот эти колоннады обходящие, вот и самое главное, что передняя стенка, она, я отвечу просто, ладно, алло, Марина, все, я понял, понял, понял я, все, все, Марина, я сейчас не могу, все, мне жена беспокоится, я болею, иногда мне не ходят, извините, так вот, вот эта стенка, вход, полная, облицованная стенка, вот впереди, да, вот тут, видите, да, все выдержано, вот все, купол, купол смещен вперед, не знаю, мне вот, он очень нравится, нравится еще по определенным причинам, вообще, давайте посмотрим сверху, с космоса, вот этот район, вот смотрите, вот это Академия наук, вот это, бывший институт Академии наук, по химическому, там, ну, по химии какой-то, да, вот, далее, вот такое здание, скультанера, у него, вот эта ось одна, это, значит, ось другая, она переходит на ту сторону, это здание Кузбасса, у меня вот эти, такие, жилые дома, и посередине там находится, знаете, такой проход, с такими, ну, ну, такими, воротцами, и вот вопрос возникает, что эти воротцы были, и вот что это за ось, да, а она была непростой, и вот, вы видите, строчные дома, с дворами, да, вот здесь был пешеходный, такой парк, который должен был выйти, к скверу, площади Контритюка, вот такая идея была, вы поняли, да, ну, а дальше, значит, посмотрите наверху, вот этот генеральский дом, курдонер, ось, улица, вы поняли, да, то есть суть построения пространства, и в этом плане, вот, боковые здания, которые на углах были, они были таким фланкирующим объектом, который вперед выходит, и мы можем посмотреть, абсолютно четкая организация, правильно, ну, я сразу, чтобы вам понять, здесь все заняло ведомство, не про шаг, она построила жилый дом, она построила какие-то гаражи, и полностью убила эту идею, вот просто убила и все, ругает, не ругает, сами понимаете, ведомство сильнее, чем всякие, объединяясь, архитектурные идеи, ну, а вот с этим квартальным решением, мы сейчас немножко помесим, вообще все началось, с жилого дома облплана, архитектор Кузьмин, в 1939 году, ну, вы знаете этот объект, да, на самом деле, он должен был продолжаться, и продолжаться по другой схеме, вообще он должен был быть вот таким, видите, вон там арка, ну, то есть, переходит, и до фронза идет угол, и там вот такая вот арка, вот она, вот, арка, вот такие колонны, то есть такое, пропеллии внутри арки, вы поняли, и вы в эту арку можете смотреть, ну, вот такая вот ситуация, вот, две арки и симметрия, вы видите, да, объекта, совершенно четкая, задуманная программа, пространственное восприятие объекта, что в идее должны мы видеть были дальше, и какая пространственная должна была построена вся композиция вот этого квартального решения, вот они две оси, вот эта ось, которая держит два института, в том числе Академии наук, значит, на углах, видите, должны быть фланкирующие здания, и вот тут, вот тут я вам расскажу, что дальше, и далее, это ось, вот про которую я говорил, да, и отсюда она вот приходит вот этими, видит, она там в глубине перекрыта вот этими живыми домами, поэтому, знаете, когда мне говорят о точной застройке, что она появилась сейчас, не, она появилась раньше, она появилась вот именно в том понимании, что сидит ведомственный чиновник, да, и говорит, давайте сделаем дом, нам нужны квартиры, а ему говорят, вот тут как бы, вот нехорошо, кто говорит, нехорошо так, выйти из кабинета, а ты говоришь, хорошо, вот давай, берите карандаши и точи, и я это хорошо знаю, я работал в своем случае, как это жестко происходило, потому что, я, знаете, вот в Берске не хотел построить дом, чтобы там врубался большой детский сад, врубался, ну, вагона 4 соседа, хороших, Никита говорит, ты что, ты с ума сошел, как ты не будешь работать, я говорю, я не могу, ну, зачем, ну, неужели другого места нельзя делать, ну, как бы детского сада, тем более, там, говорю, плотность, да, не такая, ты что, самый умный, что ли, я ведь найду, человек, кто сделает, но я ведь и запомню, что ты отказываешься, понимаете, ну, кстати, меня поддержала вся группа, все нормально, но все это было очень сложно, потому что еще там пошли, в ближайшее время, знаете, это был кризис, люди майонезом расплачивались, там, в общем, и весь отдел потом стал приходить, мне говорят, слушай, мы майонез не получим к Новому году, если ты, вот, со своими святыми делами, то есть это все сложно, я не готов обвинять архитекторов, просто были ведомственные моменты, а если брать тому чиновнику, спросить, а что ты такое делаешь, он скажет, я делал квартиры, понимаете, людям, у людей не было квартиры, я делал квартиры, вот попробую, правильно, схватить, бесполезно, ему сказать, да ведь пространство нарушилось, городской, чего, я квартиры делал, людям хлеб, понимаете, нужен был, а вы, тут каким-то пространством, кто такой паладьев, буржуй ваш, не знаю такого, это очень сложно, так вот, ну, я вам покажу, что дальше тоже, эти квартиры еще дома есть, что в эти арки можно было увидеть, вот фронтон до реки, это полпреста, вы поняли, ну, представьте себе, арки воплощены, и там замыкается перспектива, другой, это фронтон, Каринского ордера, значит, Академии наук, вот смотрите, то есть мы бы вот это увидели, да? А нет, мы сейчас это видим, вот почему мне человек сказал, я завтра скажу, посмотрю, мы это все видим, там, кстати, был такой интересный момент, я имею в виду, что понятно, мы сейчас видим, мы видим без арок, без организации пространства, посмотрите, что справа творится, там какие-то железные ворота, какие-то кран-бал, понимаете, о чем речь, да? Она неорганизована, потому что хозяйственники поняли, что это двор, а что-то какие-то колонны торчат, вообще никто не замечал, а полпред, даже, не полпред, в смысле его, структура, она даже взяла в этом фронтоне, дверь к боку сделала, ну, ничего, небольшая асимметрия, вы поняли, да? Но лично было совершенно пространственная идея полагианская, вот я вам скажу, вот такой момент, видите, трансформатуры, или она ЦТП, я точно не могу сказать, она в свое время построилась вот прямо на вот этом створе, знаете, у меня просто все оборвалось, вот думаю, ну, вот было место, да, которым я мог людям сказать, вот, посмотрите, как красиво все, конечно, ну, так иностранцу заглядывать туда, ну, нежелательно, вот так, вот я вам сказал, а они взяли построить, есть Бог, есть Бог у Паланева, а она стала разрушаться, какие-то, фундаменты, она стала разрушаться, и ее снести очень быстро, скандально, и построили уже вот так, вы поняли, да, какая причина, что я не знаю, ну, вот, это прямо на мои глаза было, ну, и, соответственно, вот эти сары, другое место, вот, знаете, такой простенок, мы видим опять вот этот, ну, как бы, знаете, как замочный склад, вот это Коринский ордер, который стоит, такой металлический забор, и вот там был написан, здесь центр, ну, то есть, в принципе, пространство было организовано, ну, я сразу скажу, что, что плохого в этом объекте, это пристройка вот этого тамбура, она вообще не идет, никакими паладианскими идеями, да, здание достаточно, ну, более простое, хотя это и есть, вот эта дурика, она могла такой быть, а там, там на углу было такое ограждение, такое, тоже была определенная такая, как бы, форма, и вот, что дальше произошло, мы видим, вот это ось, да, мы видим ось, которые, вот, в этих построениях были, мы видим, вот здесь, этот, передний видишь, кордонеры, мы видим один объект, который вышел из программы, вы поняли, да, то есть объект, который был построен, не в этой программе пространства, и видим еще один объект, который в пике градостроительном, если посмотреть, он правильно построен, но он высокий, и он опять вышел из программы, ну, как бы, вот так вот, и вот этот объект, который вышел из программы, я скажу, история была такая, значит, главный архитектор запретил ей строить, вот на этом пятачке, потому что, сказал, мне просто зануд, генералы, академики, которые живут вот в этом Красном доме, хотя, это абсолютно можно делать, потому что, это северная сторона, солнце не перегораживается, помни, да, ну, и суть, говорится, что это можно было сделать, значит, архитектор был сильно расстроен, он мне прямо это рассказывал, мы, как нарушаем вот эту идею Кузьмина, я, говорит, вот не могу, он долго мучился, как, ну, как бы уравновесить эту ситуацию, и он придумал тоже курдонерный дом, как этот, да, вы помните, тогда ось семей, где вот так идет, как биссектриса, и, соответственно, тоже курдонерный, причем, он сделал его, вот так вот, скачущим, вот так вот была, вот такая часть, а потом тут, полушарь, семиэтажный, ну, чтобы такой горка, что вы поняли, да, и для того, чтобы уравновесить масштаб, с дому Кузьмина, тем более, что масштаб не совпадает по окнам, вы поняли, да, более не вот масштаб, он уравновесил, потом его бортанули, знаете, как в хоккее, вот когда подъезжает, шайба-то, у борта, да, так раз, и шайба у противника, вот так автор другой появился, у этого дома, вот, а он такой интеллигентный человек, ну, как бы это дело отпустил, ну, так, причем, с внутренним сильным, депрессивным переживанием, и мы вот идем вот так вот с угла, и смотрим, строительство дома, он говорит, смотри, как они сделают, все нормально, рейкера делали, все хорошо, а потом смотрят, бах, и дальше окна пошли, чуть сердечный приступ не был, человек, ну, то есть, он увидел, что пошло не так, да, а, видать, к нему подходила специалистка УВ, женщина, которая уже не спрашивает, какой возраст, у нее тряслась вот так от голова, она говорит, Александр Юрьевич, какой высотности будет объект, он говорит, все будет вот так, так, потому что при инсоляции напротив детский сад никогда не будет, я вам гарантию, ох, молодой вы, Александр Юрьевич, вот, это все еще, вот, происходило, и тут появился вот этот сквер, вы помнили, да, самое забавное, что представитель, этот сквер еще был огорожен, здесь был деревянный дон до этого, и вот там, вот здесь, вот здесь, находился погреб, погреб, в который я картошку спускал для своего знакомого, вот, и родственница этого человека говорила, Игорь Викторович, он знает районных архитекторов и все прочее, попроси его, чтобы он сохранил, сохраняет этот погреб, мы там его, там как-то это, закроем, там герном, там всякие, никто не будет сдать, то есть место было одновременно, вроде полагианское и такое развитое, а были погреба, вы поняли, и вот это все еще было, и вот этот сквер появился, я вам сразу скажу, что на этот сквер были покушения, и даже мне предлагали, ну, в смысле, чтобы что-то поставить, хотя, в принципе, это возможно было выровнять, эту ситуацию, про которую я вам говорил, но вот Арбаски, помню, когда я пришел к нему, он сказал, даже не показывать, туда лезя, вот даже не показывать, потому что в этом здании, в этом здании, теперь уже появилась куча богатых людей, которые сказали, не дай бог, что-то тут построить, вы знаете, там поставили память пожарных, МЧС, и теперь все, это вот установленный сквер, ну, как вот один из курдонеров, вот такой угловых курдонеров Красного проспекта, но вы поняли, да, что в этой ситуации, вот эта идея развалилась, и если возвращаться к прежней ситуации, вот эту прелесть, про которую я вам рассказал, вот эту, ну, которая, например, сохраняется на заводе химконцентратов, и отчасти есть кусочки, вот, на Богдана Хменицкого, здесь она как бы разрушилась, и никто не заглянил в какой-то двор там грязный, правильно, какая-то колоннада, какой-то корейский ордер, я вообще такие слова, не знаю, какие-то грубые, мы утеряли вот эту культуру в формировании пространства, и мы теряем ее с каждым днем все больше и больше, просто гигантский ордер мы теряем, недавно я президент Городского Союза спросил, какие вы строите композиционные решения пространства, как выглядит ваш объект с угла площади, с другого угла площади, орхитер говорит, ну как, классно выглядит, то есть видите, я уже вам рассказал, я то, что классно выглядит, правильно, я вам рассказал, вот эти жесткие построения, кстати, это самые простые построения, паладианские такие, классические, бывают более сложные, которые описывал, Камил Азиты, например, в средневековых городах, ведь целые есть труды, которые все это описывают, и архитекторы начинают терять профессиональную платформу, и самое главное, они начинают терять, прежде всего, эту платформу, которую держат, ну, вы понимаете, сами горожане, и сами заказчики, ведь Володьев-то заказывал, вот это новый народ, правильно, но я вам скажу, что мне один цыган заказал, самняк, я его сделал, в виде кирпичного стиля, с определенными вещами, когда я увидел, что он построил, мне было плохо, он сказал, все сделал, прям по твоему проекту, ты же видишь, все сделал по твоему проекту, из мырии приезжают люди, я говорю, это он сделал по-мосски, я говорю, слушай, никогда больше не говори, он говорит, ну, ты скромный какой-то, ну, что ты, я наоборот, тебе же продвигаю, понимаете, это вот, вот эта тонкость, понимание этой детали, которую Палладио вкладывал, вот все эти пропорции, она пропадает, и она, эта культура очень серьезным образом, ну, говорю, что делали мы на Станиславского жилые дома, вот на площади труда, я не автор, но я там был разработчик рабочей документации, и я слышал, как ГАП приходит, это, 86-й год, приходит ему, представитель заказчика, и говорит, что тебе надо, он говорит, ГАПу, ГАП говорит, мне нужно удовлетворительное качество объекта, то есть, не отличное, удовлетворительное, он говорит, какое удовлетворительное, у нас классное качество, ты понимаешь, он говорит, у тебя все сыпется, это не удовлетворяет, ты вообще не понимаешь, нужны квадратные метры, и чтобы смывалось, это и есть качество, 86-й год, понимаете, и когда мне говорят, что точечная застройка появилась в 90-х годах, она далеко-то давно появилась, она появилась с ликвидацией вот этого, понимаете, деталей, и возможности понимания, что есть красота, это, хрущевки это плохо, да, о Сталинке это хорошо, все окончилось время архитектуры, я могу назвать, много хрущевских подходов, очень качественной архитектуры, пространственной, ну тот же Академгородок, правильно ли, мы как-то все затираем, затираем, типа, мы не можем сделать штукатурку такую, почему, она сыпется, понимаете, мы не можем покрасить, сдать, почему, потому что все равно песок все засыпет, она будет серым, и вот все вот это отступление, отступление, которое шло веками, она в конечном итоге может приведет человечество к тому, что мы действительно начнем с ней носить плодианские эти вилы, в них холодно, и в них плохо, но ведь возможно, что эти вилы и являются вот этой ситуацией, ну как это сказать, тревожащих людей, понимаете, как они после фильма, стала женщина говорить, вот, вот, только, оказывается, как и говорил профессор Вилла, подойдите, посмотрите, у вас есть, еще есть, понимаете, и вот это дело, конечно, нас сильно беспокоит, и беспокоит меня, и это прямо боль, я не говорил о классике, вы поняли, я говорил о пространстве, которое создается архитектурно, все, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok